Продолжаем наш разговор о верхней чаше. В этом ролике уложим бревно с верхними чашами в венец. Вначале разметим пазы под шипы обеих чаш. Уложим бревно так, как оно должно лежать в стене. При этом центры торцов обоих концов бревна должны находиться точно над центрами нижних бревен. Добиваемся этого при помощи отвеса. Проецируем по три точки каждой стороны шипа на нижнее бревно. Это точки начала, середины и конца шипа. Соединяем эти точки между собой. Причем ширина паза должна быть больше ширины шипа на 8-10 мм. Это необходимо для того, чтобы уплотнитель не сдвигался при укладке и равномерно заполнял стыки паза и шипа. Измеряем высоту шипа. И увеличиваем ее на 5 мм. Это и будет глубина паза. Отмечаем глубину паза. Подрисовываем паз. Подрисовываем паз. Изготавливаем паз по уже известной нам технологии. Вначале делаем запилы, затем долотом выбираем паз. Продолжение следует... Музыка Точно так же делаем паз для шипа второй чаши. Музыка Ну вот, бревно готово к укладке. Музыка 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 Перед укладкой бревна на уплотнитель обязательно нужно посмотреть, как оно прилегает к нижним бревнам. Музыка В данном случае вроде бы все нормально. Поэтому будем укладывать бревно на уплотнитель. Музыка Процесс умшения мы уже рассматривали, однако на всякий случай напомню. Музыка В том месте, которое будет накрывать чаша, мох кладем вдоль чаши или поперек бревна, на которые мы этот мох выкладываем. Музыка Под межвенцовый паз мох кладем волокнами, ну или стеблями поперек бревна. Музыка Итак, у нас все готово для укладки бревна. Музыка Укладка бревна с верхними чашами ничем не отличается от укладки в нижние чаши. Музыка Чтобы бревно окончательно село на место, простучим его бабой. Музыка После посадки бревна, нужно будет сделать предварительную конопатку. Вправляем или обрезаем выступающие волокна мха. После этого укладка бревна закончена. Музыка Через два дня я снял уложенное бревно для того, чтобы показать, как красиво выглядит слой уплотнителя мха. Музыка Наряду с экологичностью, долговечностью и благотворным влиянием на древесину, у мха есть еще одно очень полезное для уплотнителя качество. При высыхании слой мха увеличивается в объеме и равномерно заполняет все полости стыка. Музыка На этом на сегодня все. С вами был Валерий Самович. До встречи в следующих видео. Удачи вам и успехов! Музыка 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 Музыка